Сделай и в новый, и в старый. Я Тушкан так-то скину свою ручку. Так. Так, ну в общем стримы запустили, да. Всем привет, уважаемые стримы зрители. Я не знаю сколько человек вам смотрит, на них человек пять. Пока, пока Дарк делает анон. А почему, почему Бублик скидывает мне... Ааа, он как комментатор, наверное, мне скидывает свой лайн. Давай озвучим, да. Судья Тендсайд, если что. Ну ладно, состав ZM, это Тушкан спалил. Да, Spark будет... Давай я попробую сначала угадать, потом скажешь... Давай, да, давай. Spark будет на ГК, в дефе будет Бурик и Тушканчик, в Меду будет, скорее всего, Блуд и Хабрик. В точку, в точку. Я бы так сделал. Ну, исходя из имеющихся игроков. Если более оборонительный вариант, я бы, конечно, кулер на ГК поставил. Spark буквально отодвинул в атаку, чтобы не косячил. Отдвинул с командой. На банку, да. Ладно, не обижаем Spark. Не будем обижать, он нормальный. Он мой сосед, почти. Он, кстати, хорошо стал в атаке играть. Я вижу, как он на кэпах. Почти как Сауру начинает забивать. На ночных кэпах. На ночных кэпах все-таки сдержал слово и начал забивать, когда никто не видит. Ладно, я видел, как он забивает. Почти как Сауру на кэпах. Столько же мячей, много. Ну и на матчах посмотрим. Будет ли он феерить в данном случае. Все, я сделал объявление. Не знаю, сколько людей придет. Ну, ждем тогда Тинсайд Лайн команды Сов. Попроси его скину, чтобы мы сразу озвучили в начале стрима. Я надеюсь, да, как это слышно, напишите, ребят. Пожалуйста, напишите. Сеанс односторонней связи тут. Опять. Я извиняюсь за свой гнусавый голос. Просто нос заложен сильно. Просто ходил за ним. Слышно. Флаз пишет слышно, так что все отлично. Ну, Флазу привет. Да, привет Флазу. Привет Флазу, мы скучаем. Флаз очень хотел тоже судить этот матч. Все хотели, и я хотел, и Флаз хотел. Но Тинсайд попросил ставить ему матч на 8. Вот я его и поставил. Ну, пусть тренируется. Флаз тоже судит. Флаз судит, по-моему, наш матч следующий, который элит. Тотов. Она будет нам подсушивать. По старой дружбе, да. Просто парочка игроков удалит международный скандал, и все выходят брилу играть. На лигу. Ну, ты уже ушел, можно сказать. Я еще не ушел. Я здесь. Продался, продался, дядя Люня. За масло. Знаешь, там, фейт лоуз, там прочие играют за деньги, а ты за масло. Машинное масло так-то тоже. Каким ты там свой Сузоки заливаешь? Э-э-э-э. Эх-э-э-э, там, иду мидцый, 5 по 40. Так, у нас уже эр-эр карта пошел, значит. Сейчас матч вот-вот начнется. Сколько у нас там зрителей, посмотри. Есть хоть кто нибудь? Нет, мы в сеансе двусторонней связи с Гутургом разговариваем просто. Я не знаю, ну да, надеюсь, смотрят, потому что даже когда анонса не было, смотрел три человека. Правда, одним из них был я, сам сейчас смотрел. Лучшего комментатора, в скобочках нет. Конечно, к сожалению, Майка нет, но Майк будет стримить второй матч, и он обещал нам записки, мы зальем обязательно на канал. Я думаю, на Ютуб мы будем канал заливать, ну или на Твитч. На Твитч тоже можно заливать, чтобы более 14 дней хранила запись. Тем временем начинается матч. Матч прям вовремя начался, без пауз, это приятно. Надеемся, будет без проблем. На 13-х мы задерживаем. Так, ну давай тогда озвучь Лайан команды Сов, потому что мы их не знаем, Лайан точно. Так, на воротах у нас Доктор. Ну да, логично. В защите у нас Дероси и Рыжик. Вот в миде Тьюб, и в атаке Дмитрий с Пестом. Так что ты не угадал. Ну я не угадал одну позицию. Ух ты, уже опасный момент у нас. Да, опасный момент, Докс и Пл уже играл, Доктор. Прошу прощения. Докс себя показал в матче с Джокерс на той лиге прям великолепный. Я прям смотрел запись игры, и матч не был таким дерьмом. Снова опасный момент, по спину просто попал игроку. Ну, борьба у борта, не знаю. Так, слева винге у нас играет Кулер, скажите, нет, Блур это оказался в этой позиции. Ну, Блур выиграл единоборство, так, контратак отцов. Вязнет, 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 вязкая оборона у команды. ЗТ, Бурик. Можно сказать, что ЗТ сегодня прям в оптимальном своем составе. Правда, нет роликса, но я считаю, что Кулер вполне способен с Роликсом конкурировать. Решая задача, ну, конечно. Кулер молодец. А Канитель? Ну, Канитель всегда приходит на матчи. Ну, сейчас был удар по своим воротам, там, другой Докс, Сейл Дроси, там, решил пробить. Опасный момент, штанг. Просто момент за момент, пока что софт прижатый к воротам. Канитель. Так, Канитель играет нас справа, Блур у нас активно забегает, агрессивно играет. В общем, да, это такая стандартная ЗТ-шная схемка. В принципе, мы тоже так играем, у нас мид агрессивный обычно. Блур именно это исполняет. А Кулер будет прикрывать, я так понимаю, с Канителем. У нас дефы агрессивные, жесткие. Вот Антраксис мне передает привет, я им тоже передаю. Ладно, мне тоже стримить. Он тоже хочет стримить. Боюсь, что... Ну, можно тогда. Он может организовать англоязычную трансляцию, либо мы просто будем на английском. Который не будет смотреть. Который будет смотреть Хантис. И все. На этом. Куда у нас еще? А, ну, Зеру еще можешь смотреть. Зеру, он уже русский учебок. А вот первый гол у нас. Первый гол на новой лиге забивает Кулер с передачей Бурика. Красивый гол такой, точно в девяточку. Ну, правда, он был, так сказать, он был совершенно один, его деф потерял. Там на исполнение просто. Да, Сережу отпускать нельзя. Держи, Сережа, плотно. Нужно давать его максимально мало. Сейчас бы проброс, смотри, вот сейчас деф провалится. Монументарно просто пробросили, а по самому перехват Дероси. Супил в игру. Ну, здесь он сыграл здорово. Так, контратака, обрез на Спарка. Спарк вперед на Кулера. Кулер передает на друга. Неплохая комбинация троечка такая получилась, но... Быстрая, быстрая контратака, да, через Спарка. Немножко не точно. Доктор на Кулера опаздывал. Вот оно, ой-ой-ой-ой. Рыжик сейчас заблокировал мяч. Рыжик тушкой своей. Так, и вот мы видим, что агрессивно достаточно играет Тушканчик. Там идет в атаку. Чуть ли... Ай-яй-яй, потеряли конетели. Ближний угол, но все-таки вратарский, но, конечно, дефы там потерялись. Карусель такая у ворот. Очень тяжело усмотреть нападающими. Да, карусель крутят, карусель игроки команды ЗТ. Очень тяжело, да, их не слабо уследить. Поэтому надо стараться играть по позиции. Не по игрокам. Ну, что-то среднее должно быть, потому что нельзя слишком по позиции играть. Вот снова один игрок, и вот вратаря прикрывают вроде как и игрока надо, в общем. Два игрока бегут за одним. Вот контратак у игроков СОВ ничего опасного нет. Так, убыста предупреждения за линию. Хотя, если честно, я не заметил. Ну, на кулера Дероси вообще практически не смотрит. Дероси бегает в одном месте, кулер бегает аутсайд, скажем так. За штрафной. Сейчас, по сути, два игрока за Т стояли. Доктор справился. На линии, да, два игрока за Т стояли. Я не знаю, Тьюп-то шарит, как играть имеет, но... В принципе, он не так часто играет. Пинк ему позволяет, в принципе. Ну, Тьюп все-таки опытный, довольно скиловый игрок. Несмотря на то, что второй мяч забил, сейчас у нас конетель. Так, у нас тут шесть зрителей, между прочим. Да. Класс нам сообщает любезно. Контратак, ну, пока не единого удара в створне ту команды Сокеров Фан. Так, отыграют назад, что-то серый жестко продумал под лагом. Так, лаг был, да. Ну, здесь таких лагов не будет во время голевых моментов, потому что будут споры, а потом надо будут моменты пересматривать, в общем, это, ну, задачи судьи. Тогда, Дарк, я попрошу повнимательнее смотреть на меня поближе эти голевые моменты, чтобы мне что-то, Тинсайду помочь с принятием решения, чтобы меня голевые. Да, понятно, я делал. Я, собственно, для этого здесь. Я, собственно, с дальним ударом. Так, контратака, я не знаю, типа просто куда-то отдал. Как обычно смерч у нас в садах просил, всегда говорит, в угол, мне там, дай мяч, а я разберусь. Вот сейчас можно поздравить возникнуть. Ай-яй-яй, вот просто чудом... Чудом доктор не забил. Доктор стоял в этой позиции. Тушка из Сайспас. Да, дефом нужно играть повнимательнее, конечно, пока не хватает. Вот это было прочитано блюром. Блюр, да, на добивание. У доктора перебил. Но все-таки надо отметить, что он стоял один, и Тьюпову не кроет. Но, в принципе, европейские миджи, они не отличаются тем, что играет хорошо от обороны. Хотя у нас сейчас мало мидеров. Ну и я боюсь, что доктор немного расклеится после такого начала. Вот все-таки всего 4 минуты, уже 3 ночи. Ну здорово начинает команда ЗТ, спарк, там вообще стоит ФК. Паузу они пока не берут. Берут все-таки паузы. Вот первая пауза. Контр-атак. Надо сейчас наказать пока по... А вот спит, инсайд, кстати. Спит. Прошло минуту, секунд, 15. Дарк, тогда сам стоит паузу. Ну не 15, ну ты что. Здесь он не справится. Ничего, не 15, прошло секунд 5 максимум. Ну, все равно. Надо пореагировать быстрее. Хотя менюшка новая, но менюшка новая не так удобная, я думаю. А, у нас спарк вылезал. Вот причина паузы. Ну, рост целиком, привет. Так, мы там в личку, там сайт пишет. Так, спарк возвращается. И Блур заработал третий MVP. У нас в третьем раунде, скажем так. Так, игроки команды ЗД готовы. Рыжик тоже пишет го. Мы продолжаем. Пятую минуту, счет 3-0. Канчу, конечно, не ясно, но... Ни единого удара от команды СОП мы не увидели. К сожалению. Я извиняюсь, что стучу по клавиатуре, просто надо ответить судье. Так, сейчас будет виденобор сверховое. Канитель выигрывает кулер. Кулер обыграли. Бол! Бол, вы знаете, Бест... Оказался в ассайде в таком импровизированном. Мы тут, конечно, ассайда не фиксируем, но... Тьюб перекинул деф, и Бест оказался в нужном месте, и точно отправил мяч в сетку. Спарк не справился с ударом в упор. Я считаю, что СОП, чтобы раскрепоститься, нужно именно забить. Да, вот забили, все, и... Вот еще одна контакта, атака, момент. Вот побежал бы Дмитрий инсайд. Дмитрий очень опасный вингер, он всегда играет в таких андердогах, скажем так, но при этом он всегда... Дмитрий, это же Вафля, да? Это Вафля, да, он всегда держался в... Лучше был топ-деф. Ну и топ-деф он и в сай играл, да. В общем... Такой игрок старый. Атакер хороший. Вот и... Так, небольшие факты из его биографии, хорошо играть в дотку. И хорошо работает... Да, играл еще... Вот опять сейчас потеряли канители. Канители, сейчас не попал, просто помню что. Да, и вот он просто сейчас буквально месяц будет играть, и он опять поедет в Польшу на заороботке. Насколько я знаю. Живет в Одессе, в Украине, и ездит там. Все, а вот и второй кол. Удар от Тьюба, и просто Спарк сейчас не попал, я не знаю, по какой причине. Ну, пинк у него скачал. Ну, удар прям в ГК пришелся, в дальний угол, Спарк годал, но не попал к ничу. На вес. Док. Два-три, это уже... Два-три, да, опасно. Сейчас нужно просто расслабиться, Соф, и играть. Ну, сильно расслабляться не надо, надо в обороне не расслабляться. Не, ну, поначалу матча было видно, что они слишком напряжены и волнуются. Все-таки ЗТ это же... Нет, понятно, первый мяч и ЗТ. Ну, ЗТ бренд, это понятно, но у ЗТ все же нет основного кипера высокого уровня, поэтому можно с ними играть. Любой команде на этой лиге не добиваться... Часто провалы из-за этого. Конечно, они надеются на Дока, в данном случае, в прошлых сезонах на подсовки, но... Ну, в финале они так не играли, если ты помнишь, когда в финале они обыгрывали, они именно жестко играли, потому что они... Ну, потому что против нас только так надо было играть закрыто. Ну, да, ну... Смогли перестроиться, это... Важная качество, надо уметь перестроиться где-то от атаки сыграть, где надо от играться, а где-то от защиты, где нужно удержать. Так и надо. Нельзя одну линию гнуть и постоянно со своей одной линии выигрывать. Такое не получится, не вспомните. Тут Доктор на выходе. Обыгрываю сейчас, Доктора накажут. Нет, штамп. Так, я сейчас кое-что сделаю. Так, тушканчик подключается, опасно может быть, на кулер, окулера вытыгрывает назад, кулант атаку, соф. Так, на левом флаге Дмитрия играет Усов, еще раз напомню вам. Так, контратака, и Дероси пробил по своим воротам, Мимекс, к счастью. Сейчас кулер пытается выиграть Дероси, но не получается. У нас, чьи полагает, он попал к ночь. Ну, чьи полагает, ничего удивительного. С таким пингом. Ну, все-таки уже умудрился забить. Ох, опасный момент, и Доктор выручает. Это было классно. Это был... Хороший сейв был, хороший удар. Блюр у нас мастер хардов. Вот, в принципе... Я не многих игроков знаю, которые могут прям из любой позиции по любому мячу хардом ударить. Вот, а Блюр один из тех, кто реально... Перехват. Блюр не дал отдать точную передачу Тьюбу. Майк пока не стримит, ребят. Майк будет стримить наш манч. Тут латин-задак. Так, тут что-то Доктор выходит глубоко из ворот. Я он ошибается на выходе. Сейчас можно наказать, наказать, наказать. Да, ну тут первый у нас игрок. Контратака от Суфа. И вот контратака. И 3-3. Шикарно. Ну, молодцы, ребята, сыграли как надо. Как раз в команду ЗТ. Ну, я думаю, что тут, во-первых, дефы провалились, это по умолчанию. Ну, ключевой перехват сделал Тьюб. Опять же, это его... Тушканчик провалился, извиняюсь. Тушканчик играет слева. Тушканчик провалился, но все-таки Спарк не доиграл. Либо ему не надо было выходить, либо он, если вышел, нужно было перехватывать. Он, в принципе, был в состоянии это сделать, но он так и не определился, что ему с этим делать. Сейчас был опасный момент, удар от Кулера, но он ударил выше по рекламе. Он так и не определился, что нужно сделать, что-то среднее, и поэтому тупо очень... Просто очень пропустил мяч. Тушканчик пытался сыграть на Блуру, не получилось. Так, сейчас Кулер с Тушканчиком не помню. Стофа уже пришли в себя? Да, пришли в себя уже 3-3, так-то. Ребятки. Несмотря на то, что все-таки ЗТ продолжает немножко поддавливать. Ну, ЗТ уже и не поддавливает. Я бы сказал, игра уже выровнялась, и счет полностью отражает, потому что... Первые 4 минуты были за ЗТ, а теперь последующие 4 минуты полностью за СОФ. Да, абсолютно. Это, я считаю, с 3-0 до 3-3 дойти-то не так ли? Сейчас вот Блур вот так вот нельзя оставлять Блур, вообще один стоит. Нельзя надеяться Тьюбу на дефон. Тьюба сейчас забегает, не оформляет то, что в стиле ЗТ играют. Ну, только более на контратаку, а так Тьюб. Сейчас бы на холлбэк сыграть. Нет, не вышло, и вот. Ой-ой-ой-ой, я считаю, если в угол Спарк мог бы и не достать. Спарк бы и не достал, скорее всего. Так, доктор будет на выходе играть. Так, он у нас, доктор выходит, надо аккуратно ему. А, я-я-я, опять ошибка, очень много ошибается на выходе. Док. Рыжик молодец. Ну, пока что все обходится. Прокинули с парка. Да, Дмитрий навесик через воротово. Ну, вынул сейчас Куллер, наверное, выиграет Тайр. Да, Куллер выигрывает, пока не теряй, не дать выиграть. А я, я, я снова рыжий. Рыжик, к сожалению, проиграла Айр. Снова док, своей тушкой, совет, на везение. Ну, чисто на везение, потому что мячки не вошел в рот. Так, ну, контратака, бест, правого фланга. Пытается обыграть тушканчика. Сейчас тут борьба у нас выигрывает. Выигрывает Айр. Я выигрываю тушканчика? Ну, тут... Ну, там уже чуть далеко. Бурик отыгрывает назад. Здесь какая-то небольшая суматоха. Ух ты. Вот опять момент. Очень много моментов усов. Как и УЗТ. Куллер набивает. Опять проигранный Айр. Зато им нужно с Айрой и Вайрой играть максимально сконцентрировано. Что никто не застрахован от проигрыша Вайра. Я-то знаю. Но Дмитрий выбивает Айру. Не очень точно, к сожалению. Так, Дмитрий играет фоллбэком на дефа. Перехват. Перехват. Перевод на правый фланг. Предупреждение Дмитрию за линию. Вот, момент. Ой-ой-ой-ой. Попал же в перекладину, да? Вот это было классно. Почти девяточку. Все еще много моментов усов. Вот это обрез. Обрез был неточной передачей. Ты мой. Дальний угол. Практически без шансов для Доктора. Все-таки первый сезон это для Доктора. Да, он сыграл две предсезонки в двух лигах. Не совсем тот, конечно. Вот сейчас должен Конетель получить за линию предупреждение. Или у него... Если уже есть, я сейчас посмотрим. Да, у него уже есть. Он по идее должен получить желтую. Ох, сейчас было опасно. Глоб не попал. Все попал, сейчас не был бы гол. Дальний угол. Так, Тушканчик на Конетели. Конетель на Кулер. Перехват от дыро. Все контратака. Бест. Правым флангом выбрасывает. Спарк опасно выходит из ворот. Бест не успеет. Теперь единоборство ступить с Тушканчиком. Рыжик выигрывает Айф. Перевод на алиэкфон. Попытка дать флотбэк. Так, подключение Рыжика глубоко прорвал в обороне. Конетель один вообще. Да, и Кулер сейчас спокойно и инсайд открывается. Димульки. Не забивает. Такое ситуацию можно было вратарев перехватывать. Вратарев нужно было перехватывать, но первым ударом Конетель все-таки не попал по мячу. Конечно, это могло сбить в толку немного, но... Я уже думал, момент упущен, но все-таки Кулер смог сыграть на опережение. 6-3 уже счет. И за следующие три минуты ситуация кардинально меняется, и Софу нужно опять отыгрывать три мяча. Но нельзя так Рыжику бездарно играть, он опять арт сливает. Рыжик сейчас, конечно, подкачал уже в двух-трех моментах. Все-таки стоит отметить, что класс игроков ЗТ выше. Значительно выше. То, что вообще Софу забили три и сравняли с трех нолей, это я считаю... Это заслуга именно вратаря. Потому что вратарь... Ну я бы не сказал, ой, 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 какая красота залетает. Опять аэромат, опять с передачи Бурика. Кулер-бомбардир. Голиадор. Да, мотайте на ус, ребятки, кто там смотрит нас. Кулер-бомбард, держи глаз на глаз. Квинтель еще может сейчас какие-то такие моменты там не попасть, ошибиться, но он не будет прощать вас. Так, доктора в который раз уже не можем навесить. У нас Тенсайт обрадился к Тьюбу по-русски, но Тьюб у нас иностранец, поэтому... Он по-русски не понимает. Но Мелл должен быть... Вот он, Тьюб. Не понимает, но зато... Говорится, вспомнил. Зато понимает, как забивать голы. Не понимает, но красиво сбивает. Двушечку уже оформил. Да. Может быть, и подтащит команду поплотнее, да? Да, я считаю, что еще ничего не кончено для СОВ. Всего три гола. Ну, сейчас Каннитель бьет, и Кулер на отбивание, Доктор включает. Интересный у нас матч. Обилие голов. Очень приятно, что и голы и с той, и с другой стороны. Ну да, но они... Они в одну калитку. Да, да, да. Блур снова забегает. Не знаю, Кулер совершенно один стоит, что делает дуросим, еще для меня загадка, и Кулер тут опять на опережение. Я думаю, надо рыжику Беста ставить в деф, потому что... Ну, в Доросе что-то как... Я вообще не знаю, кто это, во-первых. Какой-то ноунейм, а во-вторых, он не справляется я. Ну, в Доросе сейчас посмотрим, есть ли он у меня в друзьях. По-моему, нет. Он какой-то челикс на системе, но он явно не справляется с Кулером. Что? Ну, на самом деле насчет Беста я бы сказал, что он меня больше в инге впечатляет, чем в защите. Хотя вот на кэпах он... Так, ну, контракт сейчас был... Вот такой момент. Опять почему-то Кулеру дает пасом один, Каннитель получает пасом тоже один. Я не знаю, просто расстреливают. Доктора очень жалко, потому что... Рыжик явно не отыгрывает на свой уровень, на который он может играть. Он очень хороший, да? Если он будет хорошо играть, он будет команду тащить за собой. Ну... Не в этой игре, пока. Каннитель обыгрывает, но... Что-то пытается... Каннитель пытался на финте, но не получилось. Так, рыжик пас на меда. Хороший момент может возникнуть. Опа! Ну, сейчас немножко... Вот один. Подумай, подумай, подумай. Не дали тюбу пробить бы так. А вот тут... К сожалению, открылись. Они не очень все в одну точку. Надо было кому-то на дальнюю штангу подключаться. Нет. Дероси пытается пропихнуть вперед на бест, бест на мидера. Рыжик... Рыжик должен успеть, нет, не успевает. Сейчас будет провал, но... Опа! Изи на Блура. Блура играет один. Док молодец. И бьет поворот. Неожиданный удар. Но Док справляется. Ну, там варианта паса не было, в принципе, особо. Поэтому вполне логичное решение. Да, но если что, сделаем небольшую ремарочку Дока. Мы называем Доктора. Не тот Док, который играет в тот Фейджокерс. А тот, который новичок. Не, ну это все понимают. Доктор уже запомнил со всеми, я думаю, его уже все знают. Запомнили его во многом благодаря его отличной игре на воротах. Ну, для новичка. Ну, он давно играет. Я бы сказал, очень перспективный. Он играет... Вот, лет пять он играет на пабликах. Ну, понятное дело. Слухов, когда бы нет. Паблики, все дела, но все-таки тут... Да, тем временем. Не наустимый, не паблик здесь совершенно... Другой уровень. Я считаю, что он себя вполне достойно показывает. Несмотря на то, что в этом первом тайме он много ошибался. Первый тайм, тем временем, подошел к концу. Счет у нас 4-8. Предварительные итоги, сейчас первая замена, Блур выходит и Антрактус входит. Я считаю, что это шанс для Соф, потому что Блур, ну, такая замена немного ослабит ЗТ. Знакомимся с статистикой, значит, по владению 55 в пользу ЗТ против 45, соответственно, у КТ команды 12 сейвов, 26 пасов, я не знаю, почему статистика закрылась, но 105 пасов у Софа, запомните это, и отбор в 112. У команды Т... Ну, там Дороси случайно написал общий чат, что его разводят. У команды ЗТ всего 2 сейва пропущено, при этом 4, да? То есть это вот у Спарка, я о чем говорю, сколько вратарь важен, да, 2 сейва и 4 пропустил, а Доктор 12 отбил и 8 пропустил все-таки. Ну, процент, конечно, хреновый от битых мячей в целом, ну, и статистика не совсем справедливая. Вот и сейв Спарка. Вот еще один сейв Спарка, да, но... У Пасам, конечно, почти двукратное преимущество, в полтора примерно раза. У ЗТ больше, но это и логично, все-таки, и класс игроков повыше. Играют они более катар. Потому что какая-то острая реакция, это, судя по всему, у Майка он аж написал. Что он пишет? Что ЗТ поставили рекорд по САМ за один тайм, 148. Ну, он, видимо, ведет какую-то статистику, да, 148. Ну, Майк у нас любитель статистики, особенно исторической, так сказать. Ну, хорошо. Я не считаю, что это плохо, наоборот, хорошо. То есть он сейчас показал, что ЗТ реально поставили рекорд после своего возвращения, так сказать. Ну, не мудрено, конечно, было поставить его в таком матче. Не, ну, все-таки Сов играет хорошо, как ни крути. Я бы не сказал, что Сов... Ну, за исключением обороны, оборона, да, немного проваливается. Сов играет хорошо только за счет того, что билит по воротам и забивает мячи, и Спарк тупо их не отбивает. Можно сказать, больше в этом. Ну, знаешь, футбол, в принципе, ведь результаты ставятся на ошибках одних и каких-то усилиях других, поэтому, как бы, в любом случае, что все результаты делаются благодаря ошибкам. На личном опыте в предсезонке там, да, и РСЛЮЩИЦАННО. Тут Василион уже снова наезжает на Майка. Я убедился в том, что без нормального МГК невозможно практически быть опасный момент. Что-то не получилось сейчас ударить. Нужно было ударить через ТЮБУ. Не попал, не смог обработать мячик. Передачка на ТЮБУ. Так, кто там? Ну, тракций, там, миди. Недавно наш журналист Майк подвергся цензуре на сайте старого РСЛа, когда был выложен выпуск Сокер Волд под номером 3, страничка с результатами предсезонки Лиги нового РСЛа была удалена главным инвестратором Василием. Вот, под предлогом, нахуй, это здесь надо. Вот. На что Майк, собственно, высказал свои претензии и страничку восстановил. Ну, это так и будет продолжаться. Я считаю, что это неправильно так себя вести, потому что у нас выкладывают, у нас, по-моему, никто ничего не удаляет. То есть, как-то висит и висит информация для всех. Она в открытом доступе, пожалуйста. Нет, но Майк определенно дал знать, что такое не будет продолжаться, или его помощь старому РСЛу будет всяческой. Ну, сейчас был опасный момент. Кулер снова вбил, прям под перекладину, и доктор справился. Сейчас опять Кулер выграет Айр, навес. Тут Блур один, к счастью, для игроков команды СОС. Неточная передача, ой, не Блур, извините, Блур ушел от Антракса. Если бы Антракса сейчас бы оказался нужной позиции, он бы сейчас просто легко очень отправил бы мяч к вороту и забил бы. Был бы, стал первым легионером, вернее, в новой лиге, кто забил мяч. Пока забивали только СНГши на игроки, потому что не буду брать на себя ответственность за то, что... Кто у нас там? Бист, там, Вест, вернее, у нас из Акраины, там, или из России, я точно не знаю, придется Пауза, вторая УЗТ. Так, у нас вторая замена тем временем. Деку выходит вместо Тушкана. Ну, да, скорее всего, так же. Ну, да, в общем, все равно осторожно играет ЗТ. Не рискуют. Я вот тоже, поэтому, думаю, на сегодня снимать как-то рискованный какой-нибудь лайн-белатель, все-таки проверен, выходить на поле, а вот тоже об этом думаю сейчас. Наверное, все-таки тоже не будем рисковать на первый этап, выйдем проверенной какой-нибудь схемкой. Вот, и мы будем экспериментировать. Хочется отметить УЗТ Бурика, между прочим, вот ему вроде как незамечаемый, а он, тем временем, уже три голевых передач отдал, и два MVP получил. Да. Но все равно кулера четыре MVP. Ну, я имею в виду с точки зрения защиты, то есть... Это дело, что Бурик уходил в некоторый инактив, вот, и сейчас он вернулся и показывает класс. Будем надеяться. Больше сезона как бы начал, он не доиграл, а предыдущий он играл совсем не дошло. Это я имею в виду, что инактив. А Кэп, он играл, будь здоров. По Кэп, он играл каждый день, по нескольку раз, под разными аккаунтами, на самом деле, под Степаном. Играл, в принципе, не раз, но в принципе, нет, он играл, но, по крайней мере, если ты уберешь, то знаешь, что он не будет нарушенно сливать. В принципе, старался и доиграл. Претензи к нему, как к игроку, как личности никаких никогда не было. В принципе, он всегда сыграл не ниже средних. Так, Хабрик будет являться капитаном в отсутствие в Чпанчику. Так, игроки команды ЗВТ готовы. Но Рыжик помолчит. Ну, Рыжик, наверное, использовал эту паузу. Бес, наверное, уйдет. Ага, берут игроки. Так, теперь паузу берет Рыжик. Да, сейчас надо зафиксировать таймер, да, примерно. 1.50 был. Не снимать паузу, а просто отсчитывать. Сейчас 1.50, тинсайм. Так, спарк перезаходит. Появляется на поле. Сейчас контратаку, конечно, можно организовать, но вряд ли получится. Так, тут интересно. Тут у нас расходится мнение по поводу того, что во время паузы... Да, потому что... Ну, хорошо. Но все равно... Все равно потрачено паузу. Ты поправку сделать не цена, но что паузы соф одна потрачена. Как минимум, если я не одну броню. Но точно не следил за этим. Потому что... В последний момент... Дмитрий на добивание сейчас забил точную девочку. Да, здорово. Тем временем, да, видимо, Рыжик нашел какие-то слова, и сразу же получился контратакой. И Дмитрий сыграл так же красиво, как и Блурон на добивание. Да, то есть предсказал, предугадал, так сказать, ситуацию. Да. Снова. В последний момент... Узов 2. Узов 2. Угу. Все. Так забрались. Не очень понятно, это типа 2 осталось, или это вторая была использована? 2 осталось. Ладно. Не совсем четко. В следующий раз рекомендую более четко выражаться, потому что кто-то может не понять, как я, например. Да. Получился перевод и контратак может получиться у команды СОВ. Я не знаю, что это за стоприлы, конечно. Так, тут Спарк немного подстраховывает, но, опять же, Спарк подстраховал, но защитник не понял. А защитник вообще у нас Хабри сейчас. Так. Нет, в данном случае был Бурик. Это Хабри был на воротке. Я имею в виду справа... Я не про тот момент, я имею в виду, что Спарк дал пас на Бурик, а Бурик не очень это понял. Все-таки, все-таки, что у нас, какие там перестановки-то? Скажи мне, деку в атаке, как он, деку в защите. Да, освободил место. Ну, собственно, да, и деку и кулер, да. Тракса с меду. Ну, деку один. Очень красиво деку. Пропустил просто, обманул деку. Сделал вид, что ударит. Просто замкнул. Это такой классический финт. Любимый финт имени Солид Снайка, скажем так. Да, на этот финт многие ведутся, даже такие сильные защитники, как я, например. Ну, ладно, средний, средний. Вот. Иногда все-таки, да, иногда можно обмануть. Так. Ну, любой уважающийся игрок не должен вестись на такое. Спарк что-то пытался прокинуть, все-таки он выбил. А канеделя, канеделя, контратаку пытается организовать. Тьюк обрезался. Деку снова один не попадает. Деку снова один. Все-таки Рыжик что-то проседает конкретно. Мне не нравится, как он исполняет вот на матч. Сейчас опять будут удары, антраксисы. Все равно, опять же, счет неразгромный. Да, счет неразгромный. Счет вполне рабочий. Только вернулись в игру и все-таки все начинает сначала. Три мяча-то за 10 минут отыгрываются. Для Софа три мяча стало ничем, так сказать. Ну, изи отыграли. Четыре, три, что там? Это как... Четыре, это как три, только на один побольше. Ворота чистые. Вот сейчас Рыжик надежно сыграл. Было очень опасно. Было опасно. Тут Дросик что-то в прыжке исполнил. Обнял мяч. Направлен на него. Нет, у вас не клади, может посмотреть тебе от первого лица. За игроками. Как сказать, традиция майка. По традициям майка. Ты так посмотрел, вроде интересно. Вот как раз майк и зашел. Давай, я могу просто опустить камеру вниз, она в интерактивном режиме, сам перемещай, делать, да. Ну, как хочешь. Давай бы это будет наша фишка. Будешь так летать. А я просто посмотрю от лица. А туда, вон! Не разбери, как произошло. Завершил так по антракту, с поддачей клонера. И вы это видели, все прям в упор. Из-за ворот. Так, навес. На юбор. Рыжик выигрывает АРУДКО. К сожалению, Дмитрий не смог выиграть АРУДКО. Куда конь попал. Ну, майка нужно занести в чекер. Так как он журналист. Да. Странно, что его до сих пор там нет. Ну, я в чекере, и ты есть, потому что мы, собственно, игроки. Наверное, поэтому... Нет, мы... Так-то нас тоже не должно было быть. Просто ты стример. А я главный судья. Я всегда в чекере. Хотя, по идее... Ну, типа как админ. Ну, да. Так, в тот момент у антрактсис не попал по ничью. И еще снова был момент на добивание не смог антрактсис. Да, то уж как-то добавь все это, майка. Так, Спарк играет назад, до ворот. Сейчас смотрю от лица канители, канитель катает доль борта. Так, на Весик. Кто первый? Хорош, на Весик, Рыжик надежен. Ну, Рыжик, наверное, услышал. Я все-таки достучался до него. Мое недовольство, наверное. Мысленно, все равно достучалось. Да, когда она там играла в финал, Олимпиады как-то матерился. Так, они сразу забили, аж Миша, что... Так, чтобы не терялся мыслям на Рыжика. И начали нормально играть. Вот у нас перепасовочка. Очень хорошая. Вот опять рикошет неприятный. Тьюб, это не рикошет, это Тьюб пробил поворотами. Ну, сначала мяч срикошетил от его головы, а потом... Сейчас антракса сторопится, неточный удар какой-то сделал. Так, Тьюб опрокидывает. Интересное решение, встать канители в защиту. Так, хотя времени-то, да, первый легионер, по-моему, кто у нас забил, ДК был, да, мячик-то? Да, войдет в историю. Я думаю, Майк этот запишет, блокнотик свой, черный. Стой, это ты почему, это ты про что? ДК, первый легионер, запишем мяч на новой лиге. Так, почему от Тьюб? А, да. Ладно. Я вот поэтому тебя и не понял. Так, Тьюб первый легионер. Да, давайте, Тьюбу запишем. Что-то я Тьюбу так как-то... приблизил, скажем так, к границам нашим. А, типа уже, типа, уже наш. Наш, такой парень там. Тинсайд уже по-русски ему пишется нормально. Ну тут что-то Спарк машет ножиком, попадает, и когда паника, фиолетовый наш Спарк. Фиолетовый. Ну я все-таки вот думал, вот эту модельку Контровского зеленую сделать. Ну все-таки да, потому что вот фиолетовый и красный вот издалека вообще почти не различается. Я, конечно, не Дальтони. Да, ну и вот сейчас был опасный момент. Сейчас опасный момент, да, Спарк справился. Ну издалека, конечно, дальний угол, Спарк справился. Не, просто зеленое с синим оно как-то, ну, соотносится примерно как красное с фиолетовым. Ну да. То есть, чтобы не путаться, желтый какой-то челик прям, как этот Лайтсман какой-то сиделый. Да не, ну тут хотя бы отличаются формы. Конкретно, то есть по цвету, по оттенку. А тут вот у черов такие прям модельки очень похожие. Ну да. Фиолетовый, красный. Ну либо им надо поменять цвет, либо да. Ну я бы сделал зеленый и какой-нибудь более фиолетовый, светлее, может. Честно, не знаю, Даконий смог попасть помельчет, а так бы он сейчас в рыжке переиграл, потому что рыжек не попал. Так, сейчас у нас Спарк снова выходит из ворот. Это снова опасно. Попадает в мяч. Заменито. Да, и вот обрез. Бест не смог обработать мячик, пас был неточен. Бест, Бест, просун. Молодец, Сьюб обработал. Так, Анетель не попадает в мяч, из-за этого появился момент, но так же он и закончился, собственно, как и появился. Ой-ой-ой. Вот это было здорово. Повезло, да. Док тоже сообразил, что у меня сейчас скачило, успел у него первым, хотя он мог бы... Знаете, как некоторые, обреченно встают. Сейчас мог в Антраксе завершать атаку, не попал по мячу. Ребятки, пять минут остается играть, еще есть шанс. Соберитесь, соберитесь, доктор получает. Доктор здорово сыграл. Контратака сейчас может получиться у Сов. Опасный сейчас отскок не попал по мячу. Кто это? Райгурик. Не, я считаю, что в любом случае команде Сов можно занести в актив эту игру, потому что... Ну, старались бы, ложевать. Несмотря на ошибки в обороне, старались бы, ложевать. Все равно результат они показали в любом случае. Так что можно похвалить их хотя бы за это. Да, Майк, если слушаешь стрим, заходи. Проверим. Да, тут Тушкан. Майк заходит. Майк заходит. Так, выигранная но, к сожалению, мяч кидит никуда. Точнее, конетель, конетель, перевод направо. Никого нету. Первым мячом должен быть Рыжик. Так, походу, что Майкл все еще заблокирован путь на наш сервер. Так, походу, как он траток и Чубер, получается вывести мяч в атаку. Рыжик должен быть первым на мяча, но нет. И вот еще один гол. Опять не успел. Деруси. Деруси, да, теперь задайка не успевает. Да, тяжеловато, тяжеловато ему против скоростных игроков ЗТ. Как бы это каламбурно не звучало скоростных игроков ЗТ. Но все-таки кем? Сегодня вроде мы двойных спринтов тут не вижу. Пока что. Потому что сейчас, а сейчас. это эксперты Локса позовем, потому что шоу-поза проверим. Можно, можно вас позвать. Можно даем к цене, мы все проверим. Мы будем следить. ККГБ. Вот у нас Майк присоединился. Наконец-таки. Контратака, тем временем, вверху команды СОП. Опа! Спарк, справился, молодец. Тут же контратака от команды ЗДК, а чьи? Да, ДК опять опять у нас не успел Дороси, ему ничего не осталось, кроме как заблокировать с собой этот удар. Это, кстати, неплохая методика, если ты видишь, что не успеваешь, просто простравится. Доктор сейчас хорошо справился с ударом ДК. Прочитал. Сейчас будет перевод. Так, Рыжик, почитал. Тут же мем про блокнотик ДФ уже во все идет. Да у меня нет блокнотика. Ну да, ну да, рассказывай. Шутки про блокнотик... Если бы у меня был... Нет, шутки про блокнотик это относится к кулеру, потому что он меня постоянно пугает, что меня какой он запишет. Поэтому я говорю, что Майк тоже куда-нибудь кого-нибудь запишет. Но Майк же историк у нас. Если бы у меня был такой блокнотик, я бы тоже про него не стал говорить. Я бы просто молча записывал в него. У меня есть блокнотик, на рабочем столе очень много, там всякие кондифициальные переписки, там я сохраняю, компромат держу на вас всех, так что следите за языком товарищей, когда-нибудь я уроню на вас целый ушат помоев, шутка О, тут Майк отказался записывать историю лиги, так что Тьюп останется в сердцах, но мы запомнили, что Тьюп для меня будет все равно ДК, поэтому ладно Так и запишем Тьюп в скобочках ДК, первой лиги они разобившие на РСЛ сезон 1 Так, тем временем сейчас Кулер не смог ударить вовремя по мечу, да Роси все-таки переиграл Майк, он раз он тут наблюдатель, он, он будет этим миротворцем, который тоже спишет нам историю У меня библиотека, но... Тут пишут, что у тебя в библиотеке исторических диалогов, так что Ну да, у меня есть на флешке всякая пара со старого компа Тут был опасный момент, и значит Кулер пытался... а, и там тракт вышел Так, я сейчас, кстати, попрошу Так, уже 28-ая минута идет, мы тут отвлекаемся Ну, в принципе, ничего интересного не происходит, понятно, что победили за Т, вопрос только в счете Нет, пожалуйста, Тушканчик, что ты меня зарегал неправильно Я просто не любитель палочек, но тем временем Кулер Да, уже счет становится грустным и разгромным 12-5 Кулер уже отгрузил пять мячей, и на данный момент является лучшим бомбардиром в лиге Лучшим и единственным Лучшим и единственным Ну, пока не устал Ну ладно, тут еще Ксабри за ним Кренетелич, тут сильно опять лагнул Кулер мог и шестой забить, но может уже Тушканчик, в принципе, там предъявлять конкретно Так, посмотрим, кстати, по самому, ну ладно, посмотрим уже в конце матча Да, конечно, матч составляет из себя обилие ошибок, как стойка, так и с другой стороны Только вот реализация Реализация Процент реализации Чуть больше Не усов, а УЗТ Ну, блядь, все Реализация же ошибка 5-13 уже И Деко тоже хочет поспорить с Кулером, а? Зато лучше в бомбардиром Ну, что Треголаза бил Всего лишь за тайм Даже, по-моему, на 12 минут играется 5-15, конечно, бедный доктор Защитники вообще бросили играть абсолютно Ну, Доройся, по-моему, и не начинал А вот, так, вот, перехват Второй за игру Практически Так, ну, Кулер, все равно один опасный Перепасовочек Вот тут у нас Ну, я все-таки, наверное, поставлю Майк предугадывает, что наш матч будет мясом Не точно, наверное, на Траксусу Я все-таки поставлю основу, я не буду рисковать Не знаю, что он подразумен Снимает мусором Наверное, команда Обижает Свою команду, что ли? Там же, наверное, Лос-Анджелес Гэлкс Сейчас был точно Не точно был удар Вернее Извините Тьюба Вышеворота Надарил В принципе, это уже ничего не меняется С 15 секунд И тем Так, тем временем Решается Исторический матч Да, первый В первом сезоне Первом сезоне 13-5 Так, у нас первый гол забил кулер, да? Счет на табло, может быть 13 Так, и остается Так, стату, стату, стату Первый гол забил кулер Озвучим стату И потихонечку закругляем нашу трансляцию Начинаем готовиться Команда Т, пасов Пасов 269 Весьма неплохо Ну, резюмируем Я бы сказал, что прям Да, тут, конечно, у Сов 176 Это, да Резюмируем происходящее на поле ЗТ, конечно Первые три минуты напряглись Последующие три минуты расслабились Вот Dark Да-да-да Резюмируем как-то В общем, ЗТ первые три минуты Напряглись Последующие три минуты Расслабились Сравняли счет команды Сов Потом они Спокойно взяли под контроль игру И, в принципе, далеко К себе соперника Они по счету не подпускали Ну, и закончили уверенно Что могу подрезюмировать По судейству Тенцайт, конечно, справился хорошо Но одна ошибочка Все-таки у него была Он прозевал момент Когда Канетель забежал Имея предупреждение Канетель должен был получить Желтую карточку За забегание Ну, я не знаю Как у нас в правилах Насчет этот счет Будем ли мы ему давать Как там судебный комитет Да, в КХЛ дает Меняя какие-то наказания Нельзя Будем ли мы так делать Но Берем на заметку Наказание вряд ли будет Но это так Чисто на будущее Замечание Да, мы с вами прощаемся Сейчас Майк начинает Трансляцию на своем стриме Да, сейчас будет объявление Переходите к нему Для вас Комментировать Дарк Михаил И Дерфиус Искандер Всем пока Всем удачи Встретимся еще на трансляциях До свидания И счастливо Продолжение следует